К нам присоединяется Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр». Здравствуйте, Ольга. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ну, а вот действительно ли будет такой упадок, учитывая, что вот же выхваляются, импортозамещение будет, вот потерпите немножечко, скоро будет свои лекарства, да еще и дешевле. Но, конечно же, настораживает откуда-то ингредиенты, скажем так, да, все эти препараты изготавливаются ведь из импортового сырья или нет? Вот, Ольга, как вы видите? Ну, какие-нибудь простые препараты, действительно, они вполне могут изготавливаться внутри России. Будет, конечно, очень много подделок и будет параллельный импорт. Более того, подделки были и в стародавние времена, собственно, когда и санкций-то не было, потому что дорогие лекарства заменять неизвестно чем выгодно, в том числе тем, кто это продает. Поэтому много было историй с подделками. Так что сейчас, я думаю, их количество еще увеличится. Может быть, они будут где-то подпольно продаваться, но именно подделки. Но и в импортозамещение, конечно же, каких-то сложных препаратов я не верю. Скажите, кто-нибудь там думал, где-то в Кремлях, перед тем, как начинать так называемое СПО, с чем останется Российская Федерация, ну и, в частности, в плане обеспечения медицинскими препаратами? Да, кто-то думал об онкобольных, возможно, о людях, которые зависимы от инсулина, о детях, которых сейчас, ну, по сути, да, вот есть потребность принимать какие-то препараты, в частности, и жаропонижающие, да, соответственно. Вот кто-то об этом думал, по вашему мнению? Ну, я еще раз повторю, что Путину на людей наплевать, вообще на всех людей, на граждан России, на граждан других стран, и, по большому счету, собственно, всегда он демонстрировал вот это наплевательское отношение к людям. Да, он считает, что для него, для тех, там, для его друзей, для ближайших родственников, они всегда лекарства какие-то достанут. А что там будет с народонаселением, его абсолютно не волнует. Если вы посмотрите, как пушечное мясо используется на войне, это, мне кажется, будет совершенно очевидно. Поэтому, конечно же, никто об этом не задумывался, и сейчас задумываться не собирается. Тем более, что уверенность в том, что народ России абсолютно безгласный, не способен ни на какие протесты, она в Кремле на сегодня достаточно высокая. Поэтому они просто не боятся того, что люди с этим будут не согласны. А что ж получается, что, в принципе, сейчас, кроме того, что идет война, усиливается, ну, скажем так, на медицину, на фантажене. Ну, нагрузка определенная чувствуется. Нагрузка, да, определенная, конечно же, усиливается из-за того, что возвращаются раненые с поля боя. И тут еще важно понимать, а что же делать это простым гражданам. Им надо быстренько скупать пока что есть, скажем так, еще на полках, в аптеках, потому что есть понимание того, что уже скоро и этого не будет. Или же, наоборот, возникнет какая-то медицинская, ну, фармацевтическая мафия, которая будет завозить и только наживаться на этом. И, кстати, есть сейчас в России такая мафия, которая управляет всеми медикаментами, которые поступают в страну. Ну, конечно, той мафии, которая управляет всем, нет. Но есть достаточно серьезные мафиозные группы, связанные в том числе с медицинскими чиновниками. Естественно, кому же наживаться на дефиците, как не самим медицинским чиновникам. Ну, вот, например, моя мама все время делает запасы медикаментов, по крайней мере, на год вперед. Все-таки таблетки обычно имеют долгие сроки хранения, по крайней мере, несколько лет. Поэтому надо, ну, внимательно следите за сроками хранения и, конечно же, делайте запас. Потому что что еще у вас отнимет родное государство или какие еще наценки оно введет, чтобы, ну, я еще раз повторюсь, государству от вас нужны только налоги. Но если, так сказать, вы помрете раньше времени, значит, других затрат на вас не надо нести. Так что ожидать, что государство и Путин вас спасет, это совершенно зря. Да, можно рассчитывать только на собственные силы. Ольга, я хотел бы вас спросить. Мы говорим сейчас в целом об экономическом влиянии на Россию. Санкции, ограничения разных. Да, понятно, что, возможно, есть эксперты-аналитики или просто, которые, знаете, стражущие, что вот все экономике пришел, там, знаете, Цугундер, вот как в одном из фильмов отмечалось. Но все же, да, не происходит этого. И экономисты объясняют, что вообще в целом, да, говорить о том, что экономика какой-то страны просто канет в лету, но не приходится, потому что в любом случае будут оставаться какие-то финансовые, экономические, да, торговые связи и так далее. Но если мы уже вычленяем эту историю с лекарствами, да, и если вот я себе представляю семью, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, там, дети, да, люди пожилого возраста, и вот они ощущают определенный дефицит. Скажите, этот аспект этого экономического влияния, в частности, санкций, он способствует, я не знаю, какому-то другому восприятию, что вот что-то здесь не так, и кто в целом виноват в том, что происходит, а у тебя нет препарата, чтобы дать своему родственнику, дать своей семье, чтобы или облегчить страдания, или вылечить его? Ну, смотря для кого, для тех, кто понимает ситуацию, они и так все понимают, а для тех, кто слушает Соловьева, им объяснят, что это проклятый Запад, у вас еще и лекарства отобрал, и бросил вас умирать. Ну, не Путин же, конечно же, а исключительно проклятый Запад, который, так сказать, не хочет, чтобы россиян было так много. Ну, то есть то, что они все время повторяют, они будут продолжать повторять, к сожалению. Ну, смотрите, я бы еще, знаете, говорил о том, что, если мы говорим об импортозамещении, о нем, говорит, не приходится, но как же тогда оценивать, Ольга, знаете, эти позиции и заявления, которые говорят о том, что вот мы можем перейти на собственный продукт, на собственные препараты, хотя я понимаю, что там до сих пор в России использовались какие-то субстанции, там, 50-х, 90-х годов, соответственно, да, и есть зависимость полностью от импорта, да, от высоких технологий. Это, знаете, вот мне вспомнилось, когда мы с вами сейчас общаемся, по-моему, Матвиенко говорила, вот она удивлялась, глава СУФИДа РФ, да, которая говорила о том, что вот, а как же так, вот мы тут справочки навели, а мы вроде и гвозди сами не можем как-то вот вроде бы вырабатывать, соответственно, и вот беда, беда, что делать? А тут мы говорим о лекарствах, тут вообще, получается, не приходится говорить о каких-то таких, знаете, хотя бы попытках возобновить собственное производство или способности это сделать. Ну, я еще раз повторюсь, какие-то простые препараты, ну, условно говоря, зеленка, йод, аспирин, да, там, что-то такое, что производство чего сохранилось еще с советских времен, конечно же, Россия изготавливать может. Да, речь идет про что-то более сложное, и поэтому я говорю, что про импортозамещение всегда было мифом, собственно, и сейчас про это нужно забыть. Почему? Потому что импортозамещение, это означает достаточно развитую науку. Для того, чтобы была развитая наука, нужно, чтобы молодые ученые не бежали со всех ног за границу из-за того, что творится внутри страны, и ученые, они так устроены, они хорошо творят там, где свобода. Поэтому сначала, собственно, чем больше закручивалось с гайки, тем сильнее был выезд людей за границу. Но уж когда началась мобилизация, все, кто еще не добежал, уже побежали быстрее ветра. Поэтому говорить о каких-то серьезных научных открытиях, на мой взгляд, в сегодняшней России не приходится. То есть, по сути, деньги в науку, да, и в высокие технологии, ну, высокие технологические разработки Российской Федерации не вкладывалось, получается, импортозамещение не стоит ожидать. Ну и, конечно же, фуфломицины, фальсификаты, то бишь, появятся в больших количествах. Мы как бы уже такие итоги подбиваем. А что может все-таки заменить? Возможно, индийские, китайские лекарства, как здесь налажено, и, в принципе, что в России изготавливалось. Тут можно сказать, что некие ингредиенты привозились, и на месте уже там изготавливались. Ну, как любую технику, да, можно сказать, что тоже делали на территории Российской Федерации. Вот как с лекарствами? Или полностью все завозилось? Я все-таки уточню, да. Я бы не сказала, что в науку деньги не вкладывались. Вот Путин думал, что в науку деньги вкладываются. Просто они в большинстве своем, в 80%, так разворовывались. Поэтому в этом смысле на деле они, конечно, практически не вкладывались, но на бумаги они вполне себе вкладывались. И, соответственно, точно так же и с импортозамещением. На деле оно как бы существовало, на бумаге оно разрабатывалось, существовало, на деле совсем чуть-чуть. И в этом смысле, да, вы правы, индийские лекарства, но они всегда были. И я думаю, что сейчас их поставки только увеличатся. Ну и, соответственно, те страны, которые будут готовы поставлять ингредиенты, потому что тоже не все страны готовы поставлять ингредиенты, выгоднее поставлять готовый препарат, потому что он дороже стоит, чем поставлять ингредиенты. Поэтому кто будет поставлять, будут что-то делать внутри России, ну а что не будет, кто не будет, будут завозить целиком, в основном, на мой взгляд, из Индии, из Китая в меньшей степени. А что остается? Остаются лекарственные травы. Вот в республике Алтай много лекарственных трав, будут их дальше собирать и делать из них народные средства. Вот, наверное, это и останется. Да, ударим фитотерапией по онкологии. Да, тут, конечно. В частности, вот мы вспомнили об этих проблемах. Ольга, ну а в целом, если говорить об отношении, вы говорите о Путине, да, которому, в принципе, наплевать на состояние здоровья россиян, жителей, граждан этой страны. Но, по сути, это и объясняется одной из позиций. Кобзон, по-моему, да, вот перед отлетом, где он лечился, по-моему, у него были проблемы, да, лечился он в Италии, да, и перед отлетом он заявил так торжественно, что вообще он противник лечения за рубежом, а самые лучшие доктора, да, самые лучшие лекари, они, конечно же, находятся в Российской Федерации. Но если вот эту историю, знаете, перенести на историю с санкциями и ограничениями. Ольга, ну, по вашему мнению, вот как оно дальше будет развиваться? Потому что многие сейчас сравнивают действия с санкцией, хотя понятно, что мы еще должны подсчитать, да, вот некоторые говорят, эксперты, что, ну, мало времени прошло вот с тех пор, и экономика как-то минимально адаптируется, но все же. А многие сравнивают с тем, что это будет какой-то, знаете, вариант Ирана, который вот десятилетиями там под санкциями сидит, но худо-бедно с ними справляется. А что будет в частности вот с Российской Федерацией, слиянием санкций, но в отношении, да, самой России, в отношении в целом государства под названием Российская Федерация? Ну, к сожалению, я соглашусь, да, ситуация с санкциями такая достаточно сложная. Россия большая, много ресурсов, много людей, и в этом смысле у России даже лучше возможности, чем у Ирана, для того, чтобы существовать, в том числе и с санкциями. Поэтому думать, что только из-за санкции ситуация изменится, это, ну, такое очень, такое слишком сильное допущение, это не так. И мало того, нужно, санкции должны быть более гибкими, да, то есть они должны сильнее бить по государству, но должна существовать какая-то возможность для тех олигархов, олигархов, к примеру, которые готовы разорвать с Кремлем из-под этих санкций. В этот момент, когда они разрываются с Кремлем и, наоборот, готовы вкладываться в другое будущее для России, в защиту Украины, для них должна существовать все-таки возможность выхода из-под санкций. Поэтому тут такая сложная история, которая требует очень кропотливой работы и, по большому счету, такой вдумчивой работы. Потому что мы не все, все, мне кажется, общее желание, чтобы Россия в таком виде, в каком она есть с Путиным во главе, десятилетия не существовало. Потому что даже если удастся, условно говоря, быстро отбить все украинские территории, Путин и продолжение вот этой политики России, это постоянный дамоклов меч, который будет висеть не только над Украиной, но и над всей Европой, и над всем миром. Поэтому вопрос безопасности – это вопрос ликвидации путинского режима и, собственно, возвращения России к нормальному демократическому способу жизни. Как бы это ни представлялось сегодня таким мечтой, тем не менее, к этому надо идти, иначе мы все будем десятилетия жить в условиях новой, холодной, местами горячей войны. И также, Ольга, хотелось бы узнать, по вашему мнению, какие еще социальные программы будут сворачиваться или уже сворачиваться? Вот мы смотрели сюжет, где в регионах уже начинают жаловаться о том, что на дороге не ждите, дома разваливаются не ждите, зачем нам депутаты и так далее. Это просто проблемы более отдаленных регионов? Или в целом в России уже посматривают и, как говорится, подняли топор, где бы отрезать и урезать, чтобы сэкономить бюджет? Ну вот, собственно, что будет, например, с газовой программой, которая в 2025 году должна была бы завершиться, да, по газификации Российской Федерации отделенных регионов, потому что мы знаем, что там много россиян живут без газа. Как вы видите, какие социальные программы урежутся? Что касается газовой программы, может быть, как раз она и сохранится, потому что Газпрома нужно добывать газ, да, собственно, в условиях, когда поставки газа в мир сокращаются, надо же куда-то его девать. И в этом смысле, может быть, как раз газовая программа и сохранится. Но вот другие программы, например, ликвидация ветхого жилья, построение мостов, какие-то труднодоступные места, дороги, вот эти программы, конечно, будут зарезаться, просто потому что весь бюджет Российской Федерации, он сегодня нацелен на войну, ну и на поддержание все того же уровня жизни в Москве, чтобы москвичи жили так, как будто никакой войны нет, что сейчас мы и видим, да, если просто пройтись по улице в Москве, да, посмотреть, как люди сидят в ресторане, нет ощущения, что идет война. Хотя вчера, как мы видели, даже Путин испугался громких звуков оркестра, ожидая прилет беспилотника на его высую голову. Ну, надо все-таки понимать, война идет. Ольга, спасибо вам большое за разговор. Благодарим, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Да, Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok